Привет, я Макс, я профессиональный повар. И я научу тебя готовить из простых продуктов на простой кухне. Максимально просто. О, эти игры у ног моих сильные. Ребят, привет! Сегодня готовим салат. Азиатский, очень крутой салат, очень интересный. Простой? Простой, как обычно, максимально простой. Давай я покажу, что есть, какие продукты. И, смотри, здесь есть, собственно говоря, сам салат. Микс вот такой. Это уже готовый, да? В пакетике, да, продается готовый микс. Есть кунжут, острый тайский соус, шрирачи называется он. Так, медок. Ух, это надо аккуратнее. Уксус. Рисовый уксус, да. Он не такой резкий, как наш столовый, но все же. Так, далее. У меня есть копченая курица. Она тоже продается уже в готовом виде. Ее можно найти практически в каждом супермаркете. Ну, или что-нибудь копченое. Вот такая интересная штука. Это лапша. Называется она фунчоза. Такая вот азиатская штука. Так, и арахис. Арахис у меня вот здесь есть. Все. Парадокты все собрал. Начинаем готовить. Поехали. Смотри, я включу духовку и сразу сюда высыплю орешки. Вот так, пускай себе там запекаются, пока мы будем тут с тобой болтать и готовить. Да, чего нам? Ну, в принципе, можно сковородки приготовить, но сковородки, наверное, следи, там, да, подгорает. Надолго? Арахис, ну, минут на 5-7 поставим, пускай себе. Я буду поглядывать. Кстати, так я никогда не делала. Так что сейчас мне очень интересно, что получится. Давай. Пожалуйста, обращайся. Давай с тобой организуем такой импровизированный фритюр. Давай. Да, это очень, вот сейчас то, что я буду делать, я, когда провожу какие-то кулинарные мастер-классы, я вот такую штуку показываю. Детям вообще нравится безумно, что сейчас будет происходить. Я называю это мутация лапши. Сейчас увидишь. Смотри, я наливаю масло. Да, звучит уже загадочно. Да. А чего тебе не нравится мутация лапши? Придумай свое название. Как-то жутковато, если честно. Жутковато. Сейчас будет вот эта лапша. Она нас не сожрет? Надеюсь, что нет. И должно быть наоборот. Нет, она сейчас будет видоизменяться, поэтому я вот так вот и говорю. Максимальный нагрев, маслица чуть-чуть подзадымится, и уже можно будет начинать обжаривать. Спойлер дал. Обжаривать мы будем эту лапшу. Пока займусь курицей. Вот у меня такая здесь замечательная копченая курица. Пахнет очень вкусно, понюхай. Мне сейчас нужно с нее снять кожу. Да, кожа, в принципе, не нужна в этом блюде. И мне нужно будет снять мясо. Да, то есть мякоть, мякоть курицы. Вот этой вот копченой. И просто я ее вот так вот на маленькие кусочки разделю. Такого количества будет достаточно. Сейчас я буду делать соус. Да, то есть я подготовил курицу. Салат у нас уже готовый из магазина. Смиксованный, вкусный, ароматный. Лапша на низком старте. Ну и все. В принципе, осталось только сделать соус. Так, это мед. Вот так вот столовую ложку. Рисовый уксус. Чуть-чуть тоже добавлю. То есть мы сейчас делаем такую кисло-сладкую основу. Можно заменить на лимонный сок. Тут ничего страшного нет. Так, и добавлю еще немножко петрушки и кинзы. Вот таким вот образом. Прямо туда. Дальше. Ширачи. Ширачи от Сенсой Премиум очень популярен среди острых соусов. Он добавит пикантности любому блюду. Далее, смотри. Чувствую арахис. Да, главное не проморгать. О, как хорошо. У меня что-то, аж запах поменялся. Мне кажется, это очень вкусно. Пока он горячий, отправляю к соусу. А, слышишь? Вот так вот работает. Сейчас аромат кинзы, аромат соуса, меда, уксуса. Он вот в этом горячем, в горячей вот этой среде от арахиса раскрывается еще больше. И получается прям нереально вкусно. Попробуйте, сделайте так. Вот прямо вынули из духовки. И сразу соус. Так, беру немного оливкового. Оливкового можно взять обычное растительное масло. Добавляю. Можно подсолнечное взять, да? Да. Можно взять подсолнечное. Оливковое можно взять подсолнечное масло. Добавляю. И теперь будем применять силу блендера, чтобы это все превратить в пюре. Ну вот и все. Перемешаю. Только аккуратненько, пока все горячо. Такое вот, да? Рисовый уксус дает, такое, значит, немножечко цепляет. Да? Это как заправки винегрет. Да, арахис дает свой вкус. Шрирача тоже там и чеснок есть, и чили, да? То есть это не просто острый какой-то соус. Он очень интересный, вкусный. У него много разных вкусов раскрывается. Вот. И все это заиграет в этой заправке. Вот, отлично. Видишь, идет дымок. Это значит, что нужно убавить на середину. Как я вас учил. Кто еще не знает, посмотрите предыдущие выпуски. Я показывал, как работать с фритюром. Так, берем лапшу. И смотри, сейчас будет происходить интересное что-то, я надеюсь. Смотри, это вермишель фунчоза от Сенсой Премиум. Она изготовлена из качественного сырья по традиционной рецептуре. Вот такая вот у нас вкуснятина есть. Сейчас будет небольшая магия происходить. Я подготовлю сразу полотенчик. Я беру и сейчас, главное, в хорошо прогретое масло, даже вот дымочек из него еще немножко идет, отправляю. Ой, блин, что ты не предупреждаешь? Такие вещи снимать надо. Я сказал, магия, детям нравится, мутация лапши. Сколько еще намеков тебе давать? Так, ребят. Три, два, один. Так выглядит в мозге ведущего. К девяти часов вечера, да. Все? Хрустит. Было, стало. Увеличение налицо, вот поэтому называем мутация лапши. Давай заправим салат. Смотри. Я возьму, это самая моя большая миска, да. Я возьму, сразу отправляю туда салат. Вот таким вот образом. Заправка. Обязательно попробую. Ммм, очень вкусно. Кажется, нужно добавить немножко соли. Естественно, я добавлю, как все азиаты, буквально чайную ложку соевого соуса, да. Потому что салат азиатский, они там используют соевый соус вместо соли. Перемешаю хорошенько. И уже можно вот салат вот так вот заправлять. Да, положу немножко заправки. И аккуратно, аккуратно двумя ложечками начну перемешивать. Буду смотреть, сколько мне заправки надо. Видишь, из-за того, что масло там... Такая необычная текстура у заправки. Да. Ну, это такая заправка соус, да. Потому что там и орешки, они разойдутся в салате. Там и масло, оно заправит этот салат, да. И соевый соус, и все вкусы. То есть, ну, очень хорошо. И она кисло-сладкая, да, потому что мы добавляли мед, уксус, да. То есть, и сами по себе орешки немножко дают сладости. Берем тарелку. Берем вторую тарелку. Тут, наверное, 7 тысяч калорий. Ну, ты знаешь, да. Ну, а что поделать? Ну, ты знаешь, да. Ну, а что поделать? Зато все остальное, смотри, у нас сбалансировано. Салат, в принципе, листья, да, курица. Белок. Белок, да. Тут вообще, я не знаю, что можно сказать. Воздух. Да, воздух. Так, добавляю салат. Себе добавляю салат. Так, и смотри, арахис у нас остался, да, который мы на противне оставили жареный. На противне. На противне оставили жареный. Я его буквально сейчас вот так вот слегка, аккуратненько, чтобы он не убежал, да. Мы его ножичком подрежем на более мелкие кусочки. Раскрошим, да? Ну, да. Аккуратненько, когда ты под нож-то лезешь. Измени. Так. И посыпем этим арахисом салат. Вот таким вот образом. Я себе тоже посыплю. Так. Ну, и так как Маша у нас больше любит овощи, я тебе оставлю салат с овощами и с жареной лапшой. Прям вот так вот это сделаем. Красиво. Да, а себе я положу, ну, естественно, копченую курицу. Да, тоже вот так вот я ее по бокам разложу. И себе положу. Ай! Вот так вот. Немножко кунжута посыпем. Он тоже оттекстурирует салат так хорошо. Ну и все. Ну что, смотри, какие замечательные блюда у нас получились. С замечательными ингредиентами от Сенсой премиум. Да, это шеррачи, это рисовый уксус и... Фунчоза. И фунчоза, правильно. Вот такие вот интересные, максимально простые блюда получились, ребятки. Я думаю, что вам стоит обязательно это попробовать и мутацию лапши тоже. Давай пробовать. Давай пробовать. Меньше слов, больше дела. Все, как я люблю. Лапша, ребятки, она просто, смотрите, она сверх нежная. Вот просто она крошится, она как попкорн практически. Арахис. Остренькие нотки шеррачи. Немножечко кислинки уксуса, масло оливковое. Все вот в этом салате на своих местах. Ребята, рецепт обязательно оставим. Маша уже потеряла до речи, поэтому она ничего не говорит. Потеряла. Да. Ну, а вы пишите, пробовали ли... Пробуем. Ну, а вы пишите, как у вас получилось, если вы попробовали это приготовить. А я уверен, что многие захотят. Ставьте лайки, кому понравилось. Обязательно жмите на колокольчики, чтобы вам уведомления приходили, когда мы новые выпуски снимаем. И все. Да? Все. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Обязательно. А то многие смотрят и не подписаны еще. Все. Пока. Пока. Вот эта заправка, это, конечно, просто нечто, реально. Хорошая, да. Понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok